Писатели-фантасты, футуристы и прочие мечтатели с нетерпением ждут, когда же автоматизированный труд заменит труд человека. Когда человек сможет сбросить оковы работы и просто наслаждаться жизнью. Когда я смотрю на современные достижения науки и техники, в моей голове возникает ответ. Скоро. Очень скоро. И об этом сегодняшнее видео. За всю свою историю человечество довольно-таки часто сталкивалось с последствиями технического прогресса. Но обычно существенные достижения были в какой-то одной конкретной области. Так, например, в начале 19 века в Англии после изобретения ткацкого станка тысячи ткачей оказались неудел. Им пришлось переучиваться, чтобы освоить какие-то другие специальности. Такая же ситуация наблюдалась и в 20 веке при механизации сельского хозяйства, когда толпы крестьян ринулись в города на заработки. В прошлом группы людей, замененные технологиями, были либо слишком малы, либо имели возможность занять другие вакансии. Но в этот раз, к сожалению или же к счастью, все совсем не так. Начнем с того, что сегодня развитие только одной отрасли информационных технологий оказывает влияние на все сферы жизни человеческого общества. Закон Мура, сформулированный еще в 60-х годах, уже тогда предлагал оптимистичный взгляд на будущее. Каждые два года вычислительная мощность удваивается. В настоящее время мы знаем, что закон оказался пророческим. Ну, на определенный период, потому что позднее темпы роста увеличились еще сильнее. Уже сейчас заметна такая тенденция. Чем мощнее и дешевле становятся компьютеры, тем бесполезнее становится труд человека. Так, в период с 2000 по 2012 год объем продаж промышленных роботов вырос аж на 60%. Безусловный лидер здесь Китай. Количество роботов там увеличивается каждый год на 25%. Роботы на производстве уже давно не редкость. Здесь очень уместна история о том, как Apple построила гигантский центр обработки информации в Северной Каролине. Местные власти всячески заманивали компанию в свой штат налоговыми льготами, надеясь на новые рабочие места. В итоге, дата-центр в 74 гектара дал лишь 50 рабочих мест. Другой пример. Текстильная фабрика Парк Дейл Майлс в Южной Каролине обслуживается персоналом 140 рабочих. Еще в 1980 году для такого же объема производства требовалось более 2000 человек. А все благодаря высокой степени автоматизации рабочего процесса. Эти два примера ясно иллюстрируют, что современная тенденция в производстве заключается в том, что человеческий труд заменяется роботизированным. При этом производительность только ползет вверх. Первыми, скорее всего, исчезнут вакансии продавцов и персоналов сети быстрого питания. Эти профессии уже довольно давно пытаются вытеснить с помощью самообслуживания. Но всегда был какой-то персонал, выполняющий большую часть производственного процесса. Но скоро расстановка сил в этом вопросе снова изменится. Так стартапом Momentum Machines из Сан-Франциско было создано устройство для полной автоматизации процесс приготовления гамбургеров. Интересен комментарий одного из основателей по этому поводу. Мы не стремимся к тому, чтобы сделать труд людей более эффективным. Наша задача – полностью избавиться от него. Другой пример – японская сеть суши-ресторанов Кура. Клиент делает заказ, используя сенсорную панель, робот исполняет заказ на кухне и подает еду на конвейере в зал. Таким образом, присутствие человека вообще не нужно, а управление ведется удаленно из офиса компании. Отчего стоит амбициозный проект Amazon Go? В 2017 году компания планирует открыть несколько продуктовых магазинов вообще без кассы персонала. Клиент просто приходит, берет нужный ему товар, помещает его в корзину и выходит. Сумма автоматически будет списана с счета клиента. Может сложиться впечатление, что угроза автоматизации нависла только над неквалифицированным трудом. Но это далеко не так. Некоторые профессии интеллектуального труда вообще можно заменить парой строк в программном коде. В 2010 году исследователи из Северо-Западного университета штата Иллинойс основали компанию Narrative Science. Их продукт – система искусственного интеллекта QL. Данная программа способна анализировать исходный материал и преобразовывать его в повествование. То есть из набора фактов QL пишет статьи. В настоящее время эта технология используют крупные мировые СМИ, в том числе Forbes. По оценкам некоторых специалистов, через 15-20 лет более 90% новостных материалов будут написаны роботом. Но еще большую опасность для человеческого интеллектуального труда представляет робот Уотсон. Разработкой занималась компания IBM, а его задачей было одержать победу над человеком в телевикторине Geoparty. Проблема в том, что для робота это практически невыполнимая задача, потому что вопрос содержит огромное количество шуток, фразеологизмов, могут быть взяты из любой сферы человеческой жизни. К тому же задаются устно. Поэтому Дэвиду Ферручи, главе команды разработчиков, предстояла просто титаническая работа. На создание массива справочной информации ушло около 200 миллионов страниц. Словари, справочники, газеты, художественные произведения, веб-страницы, почти вся Википедия, прошлые выпуски, викторины, для того, чтобы искать аналогии и создать оптимальную стратегию. Отличительной особенностью Уотсона является то, что после поиска в базе он подбирает ряд вариантов, среди которых и выбирает наиболее подходящий, и только тогда жмет на кнопку ответа. Таким образом можно сказать, что он понимает, что знает ответ. Итог. В 2011 году разгромная победа суперкомпьютера над двумя действующими чемпионами по Geoparty. И банк размером в 1 миллион долларов. Потенциал у такого робота просто огромен. Уже с 2013 года Уотсон работает в нескольких крупных больницах, помогает диагностировать заболевания и составляет планы по лечению пациентов. Также суперкомпьютер можно использовать в сферах интернет-торговли, логистики, финансовом секторе и неизвестно в каких еще областях. Может робот написать симфонию? Может взять холст и превратить его в прекрасный шедевр? Да, может. И АМУС. Искусственный интеллект, разработанный исследователями университета Малаги, Испания. В июле 2012 года лондонский симфонический оркестр исполнил композицию, сочиненную этим суперкомпьютером под названием «Переходы в бездну». Композиция получила весьма похвальные отзывы критиков. Другой пример – ПО-художник The Painting Fool, разработанный профессором Симоном Колтоном из Лондонского университета. Робот имеет, как выразился автор, способность к оценочным суждениям и воображению. Painting Fool генерирует изображение, используя методы на основе генетического программирования, то есть использование алгоритмов, комбинированных случайным образом, выбор из них наиболее оптимальных и жизнеспособных. Таким образом, видна явная аналогия с естественным отбором в природе. Когда беспилотные авто от Tesla и Google ездят по дорогам, а роботы от Boston Dynamics учатся ходить по улицам, мы понимаем – будущее уже наступило. Сложно предсказать, какие последствия могут быть у такого быстрого развития технологии и дальнейшей автоматизации. Наверное, если вовремя определить проблему и принять верные решения для сглаживания последствий технического прогресса, роботы принесут колоссальную пользу всему человечеству, сформируя общество благоденствия. Но если что-то пойдет не так, то нас ждет нищета и высокий уровень социального неравенства. Так или иначе, повсеместное исчезновение работы приведет к глобальным социальным преобразованиям. В конце концов, человек не настолько уникален и неповторим, каким он себя считает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok